В Казахстане одобрили срочный пакет мер по поддержке предпринимателей. Малому и среднему бизнесу продлят сроки освобождения от уплаты налогов и аренды. Такое решение принято на заседании Госкомиссии по восстановлению экономического роста. Отмечу, одним из наиболее пострадавших в условиях пандемии ковид стал малый и средний бизнес. В этой связи нацпалата Атамикен провела опрос более 50 тысяч предпринимателей на предмет потребности в дополнительной поддержке. И по итогам был сформирован пакет из 24 мер по четырем направлениям. Это снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам. Кроме того, комплекс мер включает в себя продление моратория на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 июля. А также расширение общего классификатора видов экономической деятельности с 29 до 174 для рефинансирования на льготных условиях. Ранее он был рассмотрен на заседании Высшего совета по реформам под председательством Касымжумар Тутукаева. Глава Кабмина отметил, что все это позволит обеспечить поддержку более миллиона субъектов предпринимательства, в которых занято свыше трех миллионов человек. Казахстан начнет частичную реализацию бензина, битума, дизельного топлива и керосина через товарные биржи. Ожидается, что к концу года на торги также выйдут и сжиженный газ. И помимо этого в планах профильного ведомства запустить пять новых нефтегазовых заводов. До 2025 года их должны построить в Атрау, Шемкенте и Уральске. Это позволит увеличить объемы производства нефтепродуктов в девять раз. Инвестиции в экономику составят почти 4 миллиарда тенге. Вместе с тем оператор месторождения Кашаган подготовит концепцию полномасштабного освоения. На его базе планируется начать строительство газопереорабатывающего завода мощностью свыше 1 миллиарда кубометров сырого газа. В республике также планируют принять закон о Семипалатинской зоне ядерной безопасности. Уже в этом году в Минэнерго намерены завершить комплексное экологическое обследование бывшего испытательного полигона. Что касается казахстанской нефтедобычи, то в этом году ее могут увеличить до 86 миллионов тонн. Министр энергетики отметил, что наблюдается постепенное восстановление спроса на нефть и нефтепродукты. Между тем цены на черное золото выросли до самого высокого уровня с начала января прошлого года. Это произошло после министерского заседания ОПЕК+. Стоимость фьючерса марки Brent на торгах превысила 67 долларов за баррель, WTI – 64 доллара. Вопреки ожиданиям рынка, страны-участницы Альянса в апреле решили оставить прежний уровень добычи черного золота. И при этом для Казахстана и России определили отдельные условия для нашей страны. Страны ОПЕК+, согласовали рост добычи нефти на 20 тысяч баррелей в сутки. А России в связи с сезонным ростом спроса одобрили увеличение производства на 130 тысяч баррелей. Отмечу, обязательства для нашей страны в апреле в рамках сделки составят почти полтора миллиона баррелей. О ситуации на дорогах страны. За ухудшение погодных условий, за плохой видимость буквально час назад закрыли движение для всех видов транспорта на трассе Нур-Султан-Щучинск. Всего на данный момент закрытыми остаются 32 участка республиканских трасс в семи регионах Казахстана. Прогнозы синоптиков неутешительны. По информации КАЗ «Гидромета», весна пока откладывается, и причина – выход на территорию страны серии североатлантических циклонов. В результате в ближайшие дни ожидаются быстрые смены теплых и холодных воздушных масс. Они могут привести к сильным колебаниям температуры воздуха и атмосферного давления. Местами ожидаются снег, дождь, туман, гололед, низовая метель и сильный ветер. Напомню, из-за сильной метели сегодня утром занятия для учащихся с нулевого по 11 классы столичных школ перевели в дистанционный формат. В западном Казахстане из снежных заносов на трассе Харатубе-Халдрайт спасли пассажиров трех легковых автомобилей. 11 человек, в том числе одного ребенка, эвакуировали в ближайшее село. Детей вывозили из автороги Дер-Коль-Ветелке. Накануне там застряли сразу два автобуса. Внутри пазов находились 17 школьников. Еще 7 автомобилей в прямом смысле сели на брюхо. Выбраться из сугробов им также помогли спасатели. Из-за капризов погоды в регионе сейчас закрыт проезд по направлению Уральск-Таскала-Граница России. О ситуации в мире сильное землетрясение уже четвертое за короткий промежуток времени произошло у берегов Новой Зеландии. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 20 километров. Сотрудники Национального агентства по чрезвычайным ситуациям предупредили о возможном цунами с фолнами высотой до 3 метров. В целях безопасности людей из прибрежных районов эвакуировали. Это меня разбудило. Я вскочил с кровати и встал в дверном проеме. Дом просто трясло. Это было довольно сильно и долго. Мне казалось, что это никогда не прекратится. А после нас начали эвакуировать. Днем ранее в этом же районе произошла серия мощных землетрясений. Сейчас угрозы цунами нет. Землетрясение может повлечь и цунами. Сейчас угроза отступила, но все же мы просим людей по возможности оставаться дома. На востоке Турции разбился военный вертолет. Связь с экипажем прервалась вскоре после взлета. Сразу же на поиски были отправлены беспилотники и самолет ВВС. Девять военнослужащих погибли на месте крушения. Еще двое скончались в больнице. Сообщается, что среди погибших генерал, командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции. Всего на борту самого вертолета находились 13 человек. Что стало причиной авиакатастрофы, предстоит выяснить после изучения записи черных ящиков. Президент Реджепто и Пардоган выразил соболезнования родным погибшим. В Испании демонстративно уничтожили более тысячи единиц оружия, изъятого у террористов из местных группировок «Эта и Графо». Как заявил премьер-министр страны Педро Санчес, этот символический акт имеет огромное значение для испанской демократии. Сотни пистолетов, винтовок, дробовиков конфисковали у боевиков в конце 90-х. Этот жест подкрепляет идею разгрома террористов. Мы не можем вернуть жизни, которую мы потеряли. Мы также не изменим прошлого. Но мы можем и обязаны извлечь из этого уроки и двигаться дальше. В Греции таксисты недовольны очередными ограничениями, введенными накануне, в частности, ужесточили правила передвижения. Граждан не смогут посещать только те банки и супермаркеты, которые находятся на расстоянии не больше двух километров от дома. Таксисты негодуют, что их и так сократившиеся из-за пандемии доходы могут стать еще меньше. Водители требуют правительства смягчить карантинные меры, либо помочь им финансово. В Кубе начался третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса с Аберана-02. В них принимает участие около 45 тысяч человек. Таким образом, это первая латиноамериканская вакцина, дошедшая до третьей фазы исследований. Правительство республики планирует провести вакцинацию всего населения в этом году. Наряду с этими достижениями кубинская наука разработала препарат, предназначенный для переболевших ковид. Лекарство имеет восстанавливающие свойства. Мы приближаемся к моменту проведения массовой вакцинации населения. Сейчас мы столкнулись со вспышкой, которая оказалась самой тяжелой для нас. Таким образом, это открывает новые надежды для людей. Но с появлением вакцины нельзя расслабляться. Нужно продолжать придерживаться всех мер предосторожности. В Кыргызстане цены на основные продукты растут практически ежедневно. В подорожавшей корзине питания есть все, начиная от муки, заканчивая мясом. Чтобы не допустить социального напряжения, правительство намерено ввести государственное регулирование цен на некоторые товары. Бака Чермашев расскажет подробно. За последние полгода цены на основные продукты питания выросли в Кыргызстане в среднем от 15 до 54%. Самыми подорожавшими стали растительное масло, картофель, яйца, сахар и мясо. Главной причиной увеличения стоимости продовольствия – пандемия коронавируса и рост курса доллара. Республика не может полностью обеспечить себя продуктами отечественного производства. Из всего списка продуктовой корзины местные аграрии в достаточном количестве производят только мясо, овощи и фрукты. Наша экономика, наша страна в большей своей степени является импортозависимой. Многие продукты питания, в основном это растительное масло, мука, пшеница, сахар и яйца, они в основном импортируют из соседних стран, из России, из Казахстана. И наши цены зависят от состояния отпускных цен на российских предприятиях-изготовителях. Мясо в Кыргызстане подорожало почти на 28%. Сейчас один килограмм говядины стоит 450 сомов, это примерно 2300 тенге. Осенью прошлого года правительство, опасаясь, что мяса внутреннему потребителю не хватит, запретило экспорт крупного и мелкого рогатого скота. Своё решение Кабмин объяснил обеспечением продовольственной безопасности. Из-за ограничений цена на сельскохозяйственных животных упала, но на мясо выросло. Таким образом, аграрии пытаются компенсировать убытки. Фермерское мнение, когда принимали это поспешное решение, не учли. Между тем, этот запрет нанёс очень большой ущерб нашим торговым связям, потому что мы неожиданно прекратили поставки животных. Кроме того, что пострадала экономика, убытки понесли и фермеры. Им пришлось поднять цены на мясо, чтобы хоть как-то оправдать свои расходы на производство скота. Чтобы стабилизировать продовольственную ситуацию, правительство предложило ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания. Для начала ограничения будут касаться стоимости растительного масла и сахара. За последний месяц рафинированное подсолнечное масло подорожало на 3%, а сахар почти на 11%. Между тем, в Кабмине понимают, что вмешательство в ценовую политику может нанести ущерб бизнесу. Именно поэтому правительство выступает только с предложением государственного регулирования стоимости продуктов. Бакычер Машев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Вернемся к событиям в Казахстане. Более 11 миллионов деревьев и почти 2 миллиона кустарников. Это зеленый пояс вокруг столицы. По сути, легкие мегаполисы. Спасать насаждения приходится не только летом от вредителей, но и зимой от животных. Одна из главных угроз для зелени, как бы смешно ни звучало, зайцы. Марк Брюшко расскажет, чем так опасны с виду безобидные зверьки. Пробраться сюда можно только на лыжах. Снег глубиной не меньше метра. Люди в защитных костюмах хоть и проваливаются, но продолжают углубляться, распыляя на деревья криолин. Таким образом, они защищают зеленый пояс столицы от различных вредителей и животных, в частности зайцев. Зимой они сгрызают молодые побеги и сдирают кору с уже больших насаждений. Это в основном связано с недостатком кормовой базы в зимний период. Так как ушастые являются частью биоциноза искусственно созданного зеленого пояса, то мы не можем их просто так уничтожить. Поэтому мы наносим на наиболее повреждаемые деревья, в частности плодовые, яблони сибирские, отпугающие препараты. Ни для деревьев, ни для животных вреда никакого. Такую обработку в сезон холодов проводят два раза – в начале зимы и в конце. Сроки такие из-за размеров зеленого пояса – свыше 14 тысяч гектаров. Сейчас на территории зеленого пояса столицы произрастает свыше 11 миллионов деревьев и почти 2 миллиона кустарников. В ближайшие 5 лет здесь планируют высадить еще около 4,5 миллионов зеленых насаждений. Данные участки земли у нас обследуются на выживаемость определенных видов деревьев. На основании научных подходов мы именно в том направлении садим определенные сорта деревьев. В этом году у нас планируется посадить более 800 тысяч сеянцев. Из них 60 тысяч только сеянцев сосны. Если деревья останутся без коры, они могут попросту погибнуть. Защищать их таким образом необходимо. До тех пор, по крайней мере, пока количество хищников не позволит регулировать численность зайцев естественным образом. Марк Брюшко, Эрбол Дейров, Хабар, 24. Первый реабилитационный центр для детей с врожденными заболеваниями открылся в Жанаузене. В медкомплексе есть все, что необходимо особенным малышам. Врачи прошли специальную подготовку и уже готовы принимать пациентов. Причем бесплатно. В городе Жанаузен в списках детей с ограниченными возможностями числится 1032 ребенка. Ранее за помощью их родителям приходилось обращаться в областной центр, который расположен в 150 километрах. Теперь пройти полный курс реабилитации они могут в родном городе. В этом медицинском учреждении есть все, что нужно. Современное оборудование, специальные тренажеры, лечебные ванны и спецперсонал. Одновременно здесь могут находиться около 20 детей. Курс длится 24 дня. У нас есть три инструктора по лечебной физкультуре. Массажист, психолог, дефектолог, травматолог и ортопед. Ну а я работаю невропатологом. Все наши специалисты прошли обучение в столице. Я многодетная мать. У одного моего ребенка выявили аутизм в трехлетнем возрасте. Нам приходилось ездить в Ташкент и Астрахань. Сейчас будем получать бесплатную помощь в родном городе. Сейчас местные власти за деньги из республиканского бюджета планируют расширить здание Жнаузенской многопрофильной больницы. Построят дополнительный блок на 100 коек. Завершен нулевой цикл строительства. Решился финансовый вопрос. Строительство корпуса начнется в этом году. На первом этаже будет кардиологическое, гинекологическое и еще несколько отделений. То есть они будут сосредоточены в одном месте, а не разбросаны по всему городу. Прежнее здание было небольшим и тесным. Сейчас строительство нового здания решит несколько проблем. Заработала в местной больнице новая ПЦР-лаборатория. Помогли спонсоры. Сейчас здесь трудится пять лаборантов. В две смены они могут принять до 200 человек. При этом результаты теста на вирус можно получить в течение трех часов. Динара Нургалиева, Саламат Бекпаев, Магисталская область, Хабар, 24. Как защитить население от химической, биологической, радиационной атаки и вовремя нейтрализовать угрозу? Эти навыки отработали в ходе боевых сборов в Капшагайском гарнизоне. Военнослужащие химической защиты в условиях пандемии находятся на передовой. К слову, в прошлом году на вооружение войскам химзащиты пришли современные расчетно-аналитические станции. Участники учений показали, насколько оперативно и эффективно они могут работать в условной обстановке заражения отравляющими веществами. Подразделение РХБ защиты – это единственное подразделение, которое в мирное время выполняет боевую задачу. Кратце сказать, это ликвидация последствий техногенных аварий на арсенале населенном пункте Арысь, а также участвовала в борьбе против пандемии COVID-19. Продолжим выпуск. В ЮАР с фермы сбежали десятки крокодилов. Удалось поймать 27 рептилий, но официальные лица признали, что не знают, сколько еще животных находятся на свободе. Крокодилы примерно полтора метра длиной и предположительно сбежали через сломанный забор. Направились к реке Брит. Власти просят местных жителей быть осторожными, ведь это дикие животные, несмотря на то, что они были в неволе. Для их поимки полиция использует клетки с наживкой. В столице Дании после локдауна снова заработал местный зоопарк. Вот только посетителям необходимо предоставить отрицательный тест на COVID. На территории парка положено соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, все крытые вольеры остались закрытыми. Тем не менее, жители не упустили шанс понаблюдать за львами, медведями и другими дикими животными, по которым так соскучились за время карантина. Звери ответили взаимностью и охотно позировали перед глазеющими на них зрителями. На этом закончим. Немного позже вернемся. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok